Ну, если вкратце, это проект родовых поместьй. Вернуться к истокам наших предков. Мы приехали знакомиться. Знакомиться с этим местом, с людьми, которые уже здесь на тот момент жили и жили в юртах. Сколько лет мы прожили в юрте? Девять. Все-таки для русского человека дом должен быть изба. Юрта – это круглое пространство, очень необычно. И очень приятно в нем жить. Кто встает на эту тропочку? Спросить у нас советы. Спросить у вас советы? Да. Тогда в конце ролика я ваш е-мейл укажу, и они вам черкнут и скажут «Галина, Вадим». Я прям с удовольствием расскажу. Друзья, добрый день. Мы с вами покатались по Монголии, по Кыргызстану. И посмотрели, как живут в юрте носители культуры. Давайте сейчас ездим к тем, кто живет в юрте и не является носителем культуры. Это Россия, село Тюлюк. Это Фавановского района Челябинской области. Моя родная деревня. Это хребет Зигельга. Вон гора поперечная. Это Андургуш от Зираткуля идет. И вот это Еремель. И вот по этой дорожке, 18 километров бездорожья, брошенная дорога, по ней лес возили. Едем в бывшее село Александровка. Там нет света. Там оставалось несколько домов с местными жителями. И потом освоили, назову так отшельники. На мой взгляд, общая идея у них это Анастасиевцы, Мегре. Но общего стиля я не вижу. И давайте съездим, посмотрим, как русские люди живут в юрте и какие их впечатления. Анастасиевцы, Мегре. Друзья, мы добрались до Александровки, где живет наша юрта и живут Вадим и Галина. И пойдемте познакомимся с юртой. Это хребет Бахты. Зигельга сейчас закрыта облаками. И мы идем в юрту. 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 Значит, конструкция снаружи необычная. Но не пугайтесь, нас необычность как раз и интересует. Вот такие ворота. И вот она сама юрта. Хозяин, разреши зайти. Заходите, гости дорогие. Вот, хозяин сказал, заходите, гости дорогие. Добрый день, Вадим. Здравствуй, Андрей. Друзья, я здесь не первый день, поэтому формальности не будет. И мы сразу перейдем к разговору. Вадим, разреши я расскажу, что я вижу. Да? Что я вижу, друзья? Я вижу, что это юрта монгольского типа. Вот они, ууки, уни, не загнуты. Вот стоит две подпорки. Так, я вижу, что юрта довольно низкого качества. Это сосновая рейка, хотя гвоздики кожаные. Юрта поставлена не лучшим образом. Показатель, вот здесь должен быть абсолютный квадрат. И вот в этом месте, видите, перепад. Перепад, когда ууки переходят на кереге в одной плоскости. Здесь подъем и уходит сюда. И в юрте тюркского типа очень легко это решается, потому что есть загиб. И путем подрезания можно выровнять уровни. А здесь я вижу, что мастер сделал ее неправильно. Он сделал ее неправильно, потому что уни должны быть в одном уровне. Причем низ совпадает. Вот низ двери с низом кереге совпадает. Вот здесь квадраты получше. Но вот оно, последнее перекрестие, куда кладется уук. Уня гораздо меньше, чем это. Еще я вижу, что в центре очаг. Что шанрак тона дает свет в этот дом. Я вижу монгольский орнамент. Я вижу, что подпорки сделаны уже творческими людьми. Так, и еще скажу, что эта юрта год не жилая, поэтому эта обстановка не та, в которой люди жили. Но это очень для меня экзотично, что в Уральской тайге живет юрта. И довольно долго жила. Вы 9 лет в ней прожили. Вадим, скажи, пожалуйста, что такое случилось в вашей жизни? Как называется этот проект? Что вы оставили цивилизацию и приехали в Александровку? Я помню, пионером я здесь бегал. Еще несколько домов было. Наверное, это 1975-1976 год. Но здесь никогда не было света. И сейчас у вас тоже света нет. Что это за проект ваш семейный? У вас пятеро детей. Да, пятеро. Пятеро детей, что вы жили 9 лет в юрте в Уральской тайге. Ну, если вкратце, это проект родовых поместьй, который был озвучен Владимиром Мегре в книгах «Звенящие кедры России». Именно «Звенящие кедры России», что побудило нас переехать под названием «Экопоселение», как это больше ближе для слуха людей. Да, «Экопоселение» — это современный вариант современной конфликтации. Как бы вернуться к истокам наших предков. Но вернуться не всем своим естеством, а именно пониманием мироустройства, жизни, природы и ее назначения для человека. Потому что чем больше мы в цивилизованном мире находились, тем дальше от природы как бы уходили. И понимаю, что и здоровье, и нас, и детей как бы уходит не в том направлении. И то, что дети не находятся в такой безопасности. Это сподвигло нас на переезд именно в «Экопоселение», где и было организовано в вымирающем поселке Александровка. Потому что здесь уже было на тот момент, по-моему, четыре двора жилых. Да. А остальное пространство было заброшено. Да. Вадим, я был сотрудником заповедника «Аркаим». И там народ очень разный, с разными убеждениями, мнениями, с крайними мнениями. И вот то, что ты говоришь, я слышал часто. Но здесь есть практическое подтверждение словам, и меня это очень радует. То есть можно сидеть на теплом диванчике с пультом и рассуждать о жизни, о семье, о будущем, о безопасности. А у вас это проект совершенно реальный. И расскажи, пожалуйста, вот вы приехали на землю, и как встала юрта? Откуда она родилась в вашей жизни? Мы приехали знакомиться. Знакомиться с этим местом, с людьми, которые уже здесь на тот момент жили. И жили в юртах. Уже жили в юртах? Да, уже жили в юртах. Мне этот вариант сначала был неприемлемым. Как-то юрта, что это такое вообще? Жутковато даже было. Да, жутковато. Когда мы пришли в первую юрту, я поразился тем уютом. Уют. И вот именно когда внутрь заходишь в юрты, и ощущаешь вот это мироустройство в юрте, как все гармонично вписывается, минимизировано, как бы ничего лишнего нет. Минимизировано. Хорошее слово кочевника. Да, да, да. Минимализм там. Минимализм. И самое, наверное, главное, что меня побудило к этому, это быстрый переезд. То есть я мог очень мобильно действовать. Заказали юрту. И как раз вот в Улан-Удэ. Да, в Бурятии. Да, в Бурятии. Они выслали. Мы получили ее через железную дорогу. Привезли сюда. В Миасе. В Миасе. И через год мы приехали сюда уже с вещами. И как бы мосты все были сожжены. Да. На обратной дороге нет. Вот именно вот этот, я не знаю, это авантюра такая. Большая авантюра была. Но была и уверенность в том, что уже назад дороги не будет. Что вот этот соблазн вернуться в цивилизацию, потому что ты обжегся вот этим мироустройством. Чьи какие-то свои тараканы вылезли в ощущение того, что правильно ли ты идешь в правильном направлении или нет. Поэтому, ну, наверное, это был лучший вариант. Это был лучший вариант. Да. А какие еще были варианты? Ну, землянку выкопать или гнездо свить на, я крайности беру. Были ли еще варианты? Ну, ты знаешь, как вот сразу влюбились в этот проект и уже другого не рассматривали. А не было ли мнения тех первых, которые первые здесь поставили юрту? Почему именно юрта пришла в их жизнь? Ну, наверное, тоже таким образом кто-то кому-то подсказал, кто-то рассмотрел этот вариант и передали уже по цепочке. И вроде как и гармонично. Вот еще и гармонично. Гармонично? Да, хорошее слово для юрты. Плюс ветра сильные, эргономично, да? Да, вот что ее обтекаемость. Обтекаемость, да. Она обтекаемая и со стен, и с куполом. Да, это тоже вот как бы показатель такой был. Ну, самое главное, я говорю, это быстрый переезд. Быстрый переезд? Быстрый переезд, да. И возможность уже, потому что когда мы приехали знакомиться с этим местом, мы в палатке жили, две недели здесь. Ходили по местности, смотрели. И пытались понять, вот который участок мы выбрали, мы пытались понять, где что будет стоять. И когда мы на карте наносили все это, не работает. Не работает? Не работает, пока ты сам на своей земле не будешь жить и каждый день осознавать, где что. Своим внутренним чутьем. Тогда оно работает. А вот на карте, где-то там, далеко, до 2000 километров, сидеть и рисовать какие-то там планы, оно на самом деле может у кого-то работать. У нас это не сработало. Мы приехали сюда и понимаем, что это не так, это так должно быть. Друзья, в следующем ролике, который выйдет за этим, мы разберем с Вадимом плюсы и минусы жизни в юрты для человека, не носителя культуры юрты. А сейчас мы продолжим эту веточку, как юрта родилась в жизни Вадима, Галины и его семьи. И Вадим, я попрошу эту веточку потянуть и показать, что было после юрты. Добро. Пройдем? Пройдем, да. Пройдем. Так, наш дом? Вадим, а чем покрыта крыша? Дранко. Дранко. Дранко? А Дранко из какого материала? Это осина. Осина? Да. Дощечка. Толщиной, сын выверил, самая оптимальная толщина 4 миллиметра. Сын выверил? Да, сын выверил. Сколько лет сыну, когда он выверял, было? Ну, сейчас ему 24, а Дранко заинтересовался, получается, два года назад. Два года назад. И вот пришли к тому, что лучший вариант. И на доме тоже Дранко? Ой! Это очень необычно и очень интересно. Ну, прошу гостя в наш дом. Благодарю. Добрый день, Галина. Добрый день, хозяюшка. И мы с Вадимом продолжаем разговор. Как двигался ваш проект. И как он через юрту перетек в этот дом. Как в этот дом. Это соответствует вашему духу, вашей культуре, вашим чаяниям, вашей семье? Ну, это можно сейчас у хозяйки спросить, соответствует это или нет. Да, дом замечательный. Все-таки для русского человека дом должен быть изба. Изба. А, дом должен быть изба. Извини, я опередил. Да. Дом должен быть изба. Да, конечно. А изба это бревна. Из какого материала, Вадим? Сосна. Сосна? Сухостой. Я вижу здесь необычная технология. Да, здесь это сосед нам подсказал такую технологию. Он говорит, что на севере, где он трудился, они вот как раз собирали такого варианта дома и бани. Вот именно вот такой технологии. Ну, мы попробовали. Интересно. Во-первых, не так тяжело бревна поднимать было, потому что, ну, ты видишь, да, поделены как бы пополам, да? Да, они такие длинные, пролеты не длинные. Да, наборные, да. Получаются пазы в столбах и в столбах составляются уже. Да, да, да. Здесь нет подъемных кранов. Ну, мы делали. Мы делали подъемный кран, да, и на лебедочке поднимали, поднимали бревнышки. Хорошо. Сколько лет вы прожили в юрке? Девять. Девять лет, да? И если вот взять ваш жизненный путь, что вы оставили шумность нашу и переехали в то место, где нет света, и ожидается свет? Ну, вообще, свет ожидается. Свет ожидается, да, то есть вот друзья-люди, которые улыбаются, живут без света и говорят, что свет ожидается. Мы его каждый год ожидаем. Да, да, да. Сейчас больше и больше разговоры о том, что нам проведут электричество. А пока вы и без него улыбаетесь. Да, мы улыбаемся. Есть у нас солнечные батареи. Всего вы здесь живете сколько? Десять. Вообще здесь, в этой местности, в Александровке. Одиннадцатый год. Одиннадцатый год, и из них девять вы прожили в юрке. А какие вот общие такие сильные впечатления, может быть плохие, может быть хорошие, о жизни в юрте? Это очень интересует почитателей нашего канала. Хорошее впечатление. Юрта – это круглое пространство, очень необычно. И очень приятно в нем жить. Мы просто наслаждались. Особенно первые годы, да? Да, да. Всех видно. Круглое пространство – это приятно. Нет углов – это очень интересно. Нет углов – это очень интересно. Наш канал так и называется. Это чувствуется. Это чувствуется, да. Да. Эта культура скорее не наша, но я все больше нахожу подтверждение, что и в нашей русской культуре круглые формы в почете. Да. И это тема будущего. Ну и как бы не скапливается плохая энергия, как говорят, да? В углах не скапливается. Да, 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 да. И ребенка в угол не поставишь, да? И ребенка в угол не поставишь, это точно. Это точно. У меня есть ролик «Магия юрты». Вот он, друзья. И там как раз я говорю о тех вещах. Мы хотели строить круглый дом поначалу. После юрты, да? Раньше, раньше мы хотели круглый дом строить. Да, но потом как бы у нас были разные рассуждения, споры. Пока мы жили в юрте, у нас было время обдумать, какой дом строить. Пока мы жили в юрте, у вас было время, какой строить дом. Да. Дети росли, дети подросли, стали уже отцу помощниками, и мы смогли начать строительство дома. Да, да, да. Но ваша изба необычная, у вас еще второй этаж. Да. И вот эта лестница. Более современная. И вот я не сразу разобрался, думал, что фанера, но это два слоя лиственницы. И массивные ступеньки опираются на вроде легкую опору, а на самом деле они вставлены в битые. Здесь поддержка идет. Поддержка-то. То есть смело можно ходить и не бояться. И подведем итог. Если человек не культуры кочевников и не знает юрту, соберется пройти ваш путь, какие у вас пожелания для тех, кто встает на эту тропочку? Спросить у нас советы. Спросить у вас советы? Да. Да? Да. Тогда в конце ролика я ваш е-мейл укажу, и они вам черкнут и скажут, Галина, Вадим. Я прям с удовольствием расскажу. С удовольствием расскажешь. Это замечательно. Но, в общем, вы за то, чтобы не носители культуры через юрту пошли? Или у вас какое-то отторжение, может, было? Нет. Я думаю, что это замечательный способ для людей, кто желает переехать на землю. И им нужно временное жилье. Да, и достаточных средств. Пока он будет думать, какой дом ему построить юрту, это замечательный способ. Просто надо знать некоторые нюансы. Особенность использования юрты в наших местах. Друзья, вот на этой ноте мы закончим. Галина и Вадим очень советуют пойти по этому пути. Они улыбаются, видите, да. И в следующем ролике мы поговорим о плюсах и минусах. В этот ролик мы не будем это вставлять, перегружать. Друзья, юрта дает возможность строить наши планы гораздо шире, чем те рамки, к которым мы привыкли. Она дает возможность нам пойти по таким неизведанным доселе тропочкам и выйти на результат на улыбки, на тепло такого дома. На улыбки детей я с ними знаком. Друзья, мне видится, что мир Вадима и Галины без углов. Друзья, до встречи на канале. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...